Митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий совершил первые монашеские постриги в Спасском архиерейском подворье Ульяновска. Об истории обители и о ее сегодняшней жизни расскажут наши коллеги. В домовой церкви, некогда крупнейшей в Симбирске обители, сегодня тихо и очень торжественно. Постриг в монахини здесь не совершали век, а то и больше. И вот благословение на начало сложного и тернистого пути иноческой жизни в древних стенах из рук митрополита Анастасия принимают три послушницы и две монахини – Ольга и Любовь. Считается, что, став монахом, человек уподобляется ангелом. Славная Спасская обитель. На протяжении нескольких веков она была духовным оплотом и одним из главных украшений города Симбирска. Золотые кресты двух ее храмов – Иверской иконы Божьей Матери и Спаса Нерукотворного – было видно за несколько верст. После закрытия монастыря в 1920 году насильниц подвергли репрессиям. Большинство были расстреляны. Сейчас это Спасское архиерейское подворье, на котором начались работы по восстановлению недавно переданных корпусов, а вместе с тем и духовной жизни. Господь дал нам опять силу возрождения и дает, самое главное, надежду на то, что здесь опять будет возрождена святая обитель. И здесь будут приходить люди не только помолиться, но и для того, чтобы найти спасение в стенах этой обители, и чтобы здесь всегда неусыпно молитва возносилась к престолу Божьему. И пусть Матушка приложит все силы для того, чтобы обитель наша разрасталась. Вот сегодня уже еще послушницы у нас появились три. Я думаю, что и так потихонечку они будут появляться. А вы первые ласточки на этой святой земле. Храни вас Господь и память о вас будет всегда из поколения в поколение передаваться. Сейчас от самого старинного в Симбирске женского монастыря остались два корпуса и небольшой участок земли. Но самое главное, есть надежда на то, что Господь благоволит возрождению духовной жизни в современном Ульяновске, древнем Симбирске. В ближайшее время во втором, недавно обретенном корпусе, откроют домовую церковь. В своих же молитвах насельницы просят у Господа помочь им восстановить на территории бывшего монастыря хотя бы один из древнейших храмов. Елена Гончарова, Владислав Ролов, Симбирская метрополия.